Доброе утро! Ставропольский край в студии Вадим Маскаленко. И это новости на своем. Коротко о главном к этому часу. Чтобы перевернуть шестерку, ушло 2 дня и 16 тысяч рублей. Владелец уникальных «Жигулей» рассказал, как создал свое детище. Как отреагирует пшеница на нашу теплую зиму? Экспертное мнение агрономов. Уже вдвое больше заявок, чем нужно. Что требует от волонтеров на международную студенческую весну? Начинаем с новости об автомобиле, который сегодня стал, пожалуй, самым популярным в нашем крае. Это ВАЗ-6 модели, который едет задом наперед. Видео наделало много шума в интернете. Автор произведения – 18-летний студент. Мы нашли его, мастерскую и тот самый автомобиль. Насколько легальны такие изменения? Эксклюзивный репортаж Алексея Форсикова. Это видео облетело ставропольские паблики ВКонтакте и тысячи телефонов автолюбителей, которые рассылали его по Ватсапу. Очень старая шестерка. Едет вроде бы задом, но на самом деле передом. Человек, снявший это, остановил водителя и поговорил с ним. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Это ты вот так по городу ездишь, да? Оказалось, за рулем этого чуда юное дарование. Да, у тебя права есть? И ты медосвидетельствование прошел? Ну, психушку, наркушку, все как положено. Молодого Кулибина мы нашли. Он оказался студентом одного из ставропольских вузов и видеоблогером. У него канал на ютубе. А это переделка шестерки – очередной его проект. На видео наш герой рассказывает, как пилили агрегат, чтобы сделать перевертыш. Выпилили, где болгаркой, где плазморезом. Вот такая вот щель пошла до примерно вот этого усилителя. И сейчас у нас работа с мордой. Там еще по правой стороне немножко осталось, но это мелочи. Рукашский парень в итоге просто отпилил все, что мешало. А затем развернул кузов задом наперед. Сергей рассказал, выдумал это почти год назад. И только недавно попалась ему подходящая машина. Почти все делал сам. Только вот хэштег «Жига задом» нарисовали друзья. Встало мне это в 16 тысяч. Делал это два дня, ну, точнее, два вечера. День я выпиливал. И, соответственно, на следующий день тоже сваривал. Еще немного доработки сваркой и кувалдой, и чудо-жига готово. И не ради просмотров на ютубе. Просто для себя. Честно, я не думал, что такой ажиотаж будет вокруг меня, что видосы разлетятся по всему интернету. Просто народ поудивлять и весело провести время, и все. На дорогу Сергей выезжать больше не собирается. И правильно делает. Ведь под багажника капотом этого чуда целый букет административных правонарушений. Буквально недавно позвонили, что ее аннулируют, списание будет. Но мне даже за машину ничего не страшно. Просто страшно за права, за... и все. Что права могут отобрать? Имеются все основания для его аннулирования. Аннулирование регистрации данного транспортного средства. Я думаю, буквально завтра госномера и документы на данную автомашину будут находиться уже в розыске. А пока можно и покружить в относительно безопасном месте. Выглядит это более чем странно. Машина, конечно же, ездит. Видите, как она покрутила пятаки, но в итоге все-таки заглохла. Алексей Форсиков, Антон Красов, Владимир Ходорев. Жига задом. Специально для своего ТВ. Наша телекомпания, между тем, надеется, что Ставропольскому самородку сохранят водительские права, разрешат продолжить обучение в ВУЗе, а также изобретать необычные вещи, если, конечно, его идеи больше не будут противоречить общественной безопасности. В Железноводске 90-летний жених сделал предложение возлюбленной после 40 лет знакомства. В Пятигорске художник пишет картины на капотах автомобилей, а в Ставрополе горожане выбирают место для скейт-парка. Все интересные новости края в нашем обзоре. Шедевры на пыльных капотах. Художник из Пятигорска Артем Ананов рисует картины на грязных автомобилях. Машины, которые никак не доедут до мойки, пятигорчанин превращает в произведение искусства. Артем рисует портреты знаменитостей, пейзажей и животных. Единственный минус работ – недолговечность. Первая мойка или дождь смывает картины с машин, однако это не смущает автора. Своё творчество Артем публикует в Инстаграме. Подписчики восхищаются его талантом – находить прекрасное даже в грязи. Поженились спустя 40 лет после знакомства. Именно столько времени потребовалось молодоженам из Железноводска, чтобы узаконить свои чувства. 90-летний Владимир Соколов и 84-летняя Людмила Максимкина познакомились еще в 70-е в Тюменской области. Там работал жених. К своему суженому, рассказывает Людмила Борисовна, почувствовала симпатию уже после первой встречи. Предложение руки и сердца Владимир Петрович сделал Людмиле Борисовне осенью. Все это время пара готовилась к свадьбе. Подарок для экстремалов. Ставропольцы выбирают локацию для нового скейт-парка. Глава Ставрополя Андрей Джадоев на своей странице в Инстаграм опубликовал пост с проектом площадки. Он обратился к жителям краевого центра с вопросом, где лучше устроить скейт-парк. В комментариях подписчики просят не ссылать парк на окраины. Городские архитекторы рекомендуют построить экстрим-парк на площади 200-летия. Полтора десятка медалей. Более 300 ставропольцев соревновались в чемпионате СКФО по уличным танцам. В направлениях хип-хоп, хаус, джаз-фанк и брейк-данс. Большинство наград получили танцоры из Ясентуков. Теперь им предстоит отстаивать честь Ставрополя на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Через две недели тишина на ставропольских полях сменится шумом техники. Агрария и края уже сейчас готовят тракторы и неустанно следят за посевами. Как пережили зимние месяцы азимы? Илья Захаров выехал в поле и сам это проверил. Каждый день Евгений берет лопату и выходит в поле проверить, как чувствуют себя азимы. Сегодня главный агроном изучает ячмень. Нужно посмотреть корневую систему, потому что есть опаска, что азимы могут уже начать вегетацию. Так как вы задавали вопрос, как они себя чувствуют, каждый год они в принципе преподносят погодные условия, разные сюрпризы. Корневая система развита хорошо, растения находятся в принципе в хорошем состоянии, лист чистый, свежий. Самое опасное для молодых побегов это весенние заморозки. Когда злаки ростков пойдут в рост, отрицательные температуры могут погубить будущий урожай. А теплая зима и отсутствие снега это для азимых не так страшно. Снег нам нужен для того, чтобы накопить влагу. Если не было снега, значит недостаток влаги будет сказываться. Поэтому я же говорю, что в дальнейшем весна себя покажет. Может быть это будут осадки в виде дождей. Если будет засуха, то конечно это уже плохо. Если весна нам не преподнесет никаких сюрпризов, значит урожай в принципе соберем на уровне прошлых лет. Теперь будет зависеть дальше от финансовых возможностей и от искусства. Как их подкормить, как вынянчить дитя. Вынянчить Ставропольским аграриям предстоит почти 2 миллиона гектаров азимых. Именно столько в крае посеяли осенью. Большая часть посевов перезимовала благополучно. 20% из них, более 20%, это порядка 23-24% в хорошем состоянии. Достаточно раскустившиеся растения, которые хорошо развиты. Порядка 53-54% это растения в удовлетворительном состоянии. Эти растения в весенний период начнут активно принимать наше минеральное питание. Делать какие-либо прогнозы относительно будущего урожая Ставропольские аграрии пока не решаются. Слишком уж много факторов могут на него повлиять. А на вопрос про каравай-2019 отвечают любимой поговоркой «Комбайн покажет». Илья Захаров, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Знания английского и даже китайского, опыт работы и коммуникабельность. Это не объявление о наборе сотрудников. Это требования к волонтерам, которым предстоит помогать делегациям на международной студвесне. Сколько желающих хотят стать частью грандиозного события, узнавала Ирина Ивановская. На прошлую студвесну Дарья так и не смогла попасть. Помешали обстоятельства. Зато сейчас она одной из первых подала заявку, чтобы стать волонтером. Но уже на более масштабном фестивале – международной студенческой весне. Одной из первых студентке даже удалось примерить форму будущего участника фестиваля, которую недавно презентовали оргкомитету. Есть кепка, жилетка джинсовая и футболка. Со временем будут дополняться еще определенные компоненты. То есть это блокнотик, бейджик. У организаторов практически все то же самое, только отличается некоторыми нюансами. В июле Край встретит гостей из 23 стран мира. На международную студвесну соберутся 2500 человек. Помогать организаторам будет волонтерский корпус. Регистрация заявок от добровольцев уже началась. Заполнить свою можно на сайте Российского союза молодежи до 23 февраля. На данный момент у нас 1100 заявок. Ну и дальше будем продолжать, потому что заявки у нас будут висеть до конца февраля, чтобы как раз могла поучаствовать вся Россия. Потому что это такой форум-фестиваль, который интересен всем. Мы уже очень много регионов обращались. И наши иностранные студенты, которые обучаются у нас на территории России, то есть хотят поучаствовать все. Среди основных требований – опыт, коммуникабельность и владение английским. Пригодится желающим участвовать и знание китайского языка. Предпочтений по возрасту нет, объясняют организаторы. Всего фестивалю требуется 600 человек, поэтому волонтеров ждут несколько этапов отбора. Кандидатов сначала рассмотрят заочно. Как заполнена заявка, есть ли навыки. Следующий этап – собеседование с руководителем направления. Их два десятка. Например, штаб переводчиков, пресс-центр, транспортная служба, организация проживания и прочее. Итогом отбора станет обучение. Школа волонтеров, которую пройдут финалисты. У нас есть такая квота. 50 человек – это Ставропольский край. 50 человек – Российская Федерация. То есть все могут приезжать. Остальные – это город Ставрополь. Ввиду того, что нам все равно нужны в основном те люди, которые знают эту местность наизусть, которые готовы любую ситуацию решить. Это надо быть местным жителем. У второкурсницы Дарьи, кстати, опыт волонтерства уже есть. А работать она хочет на площадке образовательного форума. И с нетерпением ждет решения. Хотя больше всего, рассказала девушка по секрету, переживает за свой английский. Ирина Ивановская, Ярослав Пересыпкин, Ставропольское телевидение. На этом выпуск завершен. Все самые любопытные новости, которые остались за кадром, как всегда на нашем сайте stv24.tv. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok